Мировые проблемы Но радует то, что в целом банковская система Украины проявила высокую стрессоустойчивость. И в этом есть заслуга каждого из вас. За тем, что происходит сейчас в Европе, мы смотрим с мыслью, что у нас этого не будет. Видимо, у этих мыслей есть основания. Мировые проблемы Смысл и реализм. Решения, которые принимаются нацбанк, обсуждаются. Это все идет на пользу нашей финансовой системы. Регулятор и банки сегодня никогда действуют сплоченно. То, что касается основных засад грошевой кредитной политики, то я должен сказать, что мы принципиально и концептуально на заседании Совета Национального Банка в сентябре оговорили все, что необходимо для затверджения основных засад грошевой кредитной политики. Но на тот момент у нас не было макроэкономических показателей правительства. К сожалению, по закону Национального Банка мы не можем утверждать основные принципы денежно-кредитной политики на 2013 год без официального получения таких данных. Поэтому, как только мы получим официальные данные от Кабинета Министров о макроэкономических показателях на 2013 и прогнозах на 2014 и 2015 годы, мы обязательно доработаем основные принципы денежно-кредитной политики на 2013 год. И общественность будет знать, как в 2013 году на каких принципах будет основываться политика нашего Центробанка. То, что касается объединения, как везде пишут, объединения денежной массы в авуарах банков, то все прекрасно понимают и специалисты, и эксперты, и банкиры, с чем это все связано. Одна из причин, я ее назову, об этом тоже все знают, что как только в банках появляется ликвидность, даже хоть на какую-то йоту избыточную, деньги, как правило, очень большая сумма этих денег выходит на валютный рынок. Выходит на валютный рынок, начинается раскачивание качелей, усиливается ожидание падения курса гривни со всеми вытекающими отсюда паническими настроениями у населения. Поэтому одна из причин, почему Национальный банк сдерживает рост денег в банках, он связан, конечно, с борьбой с валютными спекуляциями. С другой стороны, я разговаривал с ведущими банкирами страны, в том числе и присутствующими за этим столом, есть проблема того, что хорошие клиенты, которые дают хороший денежный поток от своего бизнеса, они сегодня перекредитованы. Те компании, малые, средние, которые приходят сегодня в коммерческие банки, они не имеют достаточного залога, потому что риск менеджмент в наших банках сегодня резко усилился. 2008 год многому чему научил, и банки все меньше и меньше рискуют при выдаче кредитов. Что будет в 2013 году, я думаю, что все-таки дайте я выдержу паузу, и после того, как будут утверждены основные принципы денежно-кредитной политики на 2013 год, я выйду к прессе, об этом обязательно скажу. Спасибо.